Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Bonevox. Вышло большое, достаточно крупное обновление. Это обновление включает в себя новые уровни, также новый пистолет. Весь список изменений перед вашими глазами, я надеюсь, вы что-то разглядеть сможете. Мелкие исправления в плане физики, ну и огромное количество различных фиксов, настроек, новые треки. В общем, обновления действительно довольно массивны. И на какую-то часть, как минимум, мы сегодня точно посмотрим. В первую очередь мы перемещаемся на уровень под названием музей. Именно там можно найти модуль, который позволит нам открыть новую карту. Появился подозрительный ящичек с вопросительными знаками. Похоже, да, это он самый, тот модуль, который нам и нужен. Так, а это что за модуль? А это модуль стандартной песочницы, да, я уже и забыл. Так, ну что ж, модуль закидываем сюда. Больше ничего нового в музее вроде как нет. Так что смысла осматривать каждый уголок, я тоже не вижу. Просто осталось выбросить мусор. И здесь на самом деле описаны условия открытия этих карт. Нужно завершить тайм-траил на карте, на вот этой вот карте, которую мы открыли, соответственно, пройти какую-то полосу препятствий. Итак, представляю вашему вниманию комната испытаний. Здесь мы и сможем найти дополнительный модуль. И кажется, я уже что-то интересное вижу. По крайней мере, какой-то ящик там наверху находится. Такой вот прожектор, который направлен на нас. Я как звезда. Это мишени. У каждой мишени свой вес. 10 килограмм, 5 килограмм и 3 килограмма. Ну-ка, сейчас это будет. Дарья, у нас даже какой-то аппарат присутствует, у которого отсутствует батарейка. Здесь еще ящик. Им нужно воспользоваться в решении этой головоломки, в прохождении этой полосы препятствий. И там находится вентиль. Вентиль, наверное, поможет нам поближе подвинуть эту платформу куда-нибудь вон туда и забрать из того ящика батарейку. Возможно, батарейка именно в том ящике находится. Закинем сюда ящик. И далее аккуратненько обходим. Прыжок! Можно попробовать вот так поставить. Разбежаться и быстренько прыгнуть. О, зацепиться нормально-нормально. Держусь сюда. На самом деле мне ящик нахрен не нужен, но я и так справляюсь. И атлетичен. И ловок. Мы запрыгнули сюда. Дальше у нас есть вот такая вот деревянная конструкция. Это мостик. Соответственно, мы организовали себе шорт-кат. Это второй мостик. Металлический. Позволяет нам подняться наверх. Ну да, скорее всего, во-первых, давайте достанем в таком случае вот этот вот компактный коробочек. Ай! Упадем и посмотрим. Я держусь, я держусь. Все нормально. Он меня спас. Этот ящик меня спас. Мне нужно скинуть его вниз. Так, а там, кстати, ствол, который спавнит шарики. Это же он? Да, это он. Может быть, вентиль, кстати, спустит дополнительный мостик просто? Нет, он подвигает ящик, как я и думал. А, и мосты тоже спускаются. Так, если я отпускаю вентиль, он зафиксирован в нужном положении. Да, и в итоге мы просто вот сюда вот поднимаемся, скидываем этот ящик, и в этом ящике, угадайте, что? Конечно же, батарейка. Подозрительная вентиляция. Как будто туда можно запрыгнуть. Как вы думаете, я достану? Скорее всего, нет. Но я попробую. Ай! Почти! Пальчиком зацепился. Так, и что было в этом ящике? Да, действительно, батарейка. Ты все это время там сидел? Я нашел для тебя новый дом. Смотри какой. Он гораздо прочнее. На самоизоляцию отправили? Да, по-моему, ему нравится. Не, манипулятор мне никак не поможет. Хотя, смотрите, он что-то зацепил. О! Да, действительно, что-то было скрыто. Так, я взлетел. Я лечу. Нормально, нормально. Все под контролем. Все было так и задумано. Да, вам придется терпеть этот звук долбящихся шариков. Но решетку вскрыть нельзя. Ну да, отверстий я никаких не видел. И как Мэри Поппинс, мы приземляемся на воздушных шариков. И все это ради куба, кстати. Что такое? Ты вылез? Подожди. Ты сам... Ты сам этого хотел. А теперь по мишеням. По-моему, он от одного удара отъехал. Прямое попадание. Просто как Майкл Джордан. Так. А что дальше? Видимо, батарейки недостаточно. Может быть, мы все-таки... Да, похоже, мне нужно сбить три мишени. Здесь три светодиода. Соответственно, нужно как можно скорее сбить три мишени. И только в таком случае... Блин, эти шарики меня раздражать начинают. Я, пожалуй, возьму инструмент для избавления. Так, этих шариков. Смотрите. Главное выбрать ракурс. Мой папоротник. Главное выбрать идеальный ракурс. Вот такой вот. Блин, почти получилось. Да, в видимом мишени... Где-то либо 5-килограммовые, либо 10-килограммовые. Килограммовые. Им нужен калибр побольше. Например, вот такой вот. Надо очень быстро. Так, есть. Все? Так, а что вот это вот за мишени? Замедляющее время. Да, я пошел по сложному пути. Можно было выстрелить в эти мишени. Замедлить время. Ну-ка, а стандартное замедление времени здесь не работает, что ли? Нет, стандартное замедление времени тоже работает. Так что можно просто вот таким вот образом преодолеть это препятствие. Поразить все мишени за считанные секунды. Так, здесь какой-то газ. И фонарик. Та, разработчики заморочились. Мое рабочее место во время карантина. Здравствуйте, ребята. Вот этот инструмент получше. Или может быть даже стул. Помните в трейлере Half-Life Alyx пользовались стулом? Да, стул действительно более эффективное оружие. Так, и мы попадаем во вторую часть. Прямиком из бездны. Я готов на все. Я готов продолжать убивать крабов самыми изощренными способами. Так, есть красная кнопка. Если вы видите красную кнопку, что нужно сделать? Конечно же, нажать. Возможно, это была плохая идея. Я только что нажатием одной лишь кнопки закрыл на карантин все крыло. Так, ну можно так же открыть. Можно открыть, к счастью. Я так и знал. Я так и знал, что что-нибудь такое произойдет. Я вскрыл в итоге ящики с крабами. У меня достаточно и своих крепких и сильных рук, чтобы уничтожить каждую тварь, которая находится здесь на карантине. Нужно уничтожить распространителей инфекции. Так, следующий. Ну, у этого прыжки были мичтожные. Как в Древней Греции. Если ребенок родился какой-то хромой, мы сразу скидываем его со скалы. Так, ну все, удачи, ребята. Вперед во взрослую жизнь. Как вы думаете, хотя бы один краб выжил? Вы видите, что-то на той желтой трубе там есть какая-то капсула. Один выжил. Даже несколько. Блин, действительно, ротработчики сделали полноценный уровень. Он особо вот сюжетный и не отличается. Разве что декорациями упрощенными. Давай, стреляй. Так, ну и теперь остался этот господин. План такой. Мы подбегаем к нему, совершаем невероятный подкат и сбиваем его с ног. А нет, еще один остался. Все-таки где-то поутал, видимо. Валим его на землю и затем мы избиваем до потери сознания. Готовый план такой. Субтитры сделал DimaTorzok вам, наверное, показалось, что он давно умер. И я, как маньяк, продолжал его колотить, его бездыханное мертвое тело. Но на самом деле он шевелился. Я видел. Вы просто не заметили этого. Но там что-то есть. Там что-то есть наверху. Да, здесь намек. Нужно использовать ствол с шариками. Но у меня грави-пушка только осталась. Можем взять краба и запульнуть его туда. О! Так, получилось. Значит, мы действительно можем воспользоваться с этой тактикой. Да, вы думаете, что я действительно сумасшедший и теперь издеваюсь над трупами? Но все совершенно не так, как выглядит. Дайте мне все объяснить. Я просто пытаюсь забрать капсулу. Благодаря ловким акробатическим навыкам этого хэт-краба. Так? Видите, человеческий интеллект, блин, там говно. Еще один куб. Так, ладно. Теперь в любом случае придется спрыгивать вниз. Может быть, там наверху есть дополнительный проход? Давайте вспомним, куда я делал ствол, который спавнит шарики. А, слушайте, здесь трещина. Вы тоже это видите? Еще один форт, который находится в этой комнате испытаний. Да, он взял уже узишку. Он выкинул ее, он швырнул ее. Так, он прогинается. Он берет папоротник. Он берет игрушку. Зачем ты это сделал? Сумасшедший сукин сын. Никто, что я. Так лучше видно. Вы справа уже глаза висите. Вот так должно, наверное, нормально быть. Видно быть. Так, теперь он взял штурмовую винтовку. Стреляет по различным мишеням. Но компьютер у него, видимо, слабый, потому что на глаз тут FPS 10, наверное. Так, решил спортом заняться. Теперь он что-то разрушил. Открывает шкафчик. Нашел там кинжал. Кстати, этот человек на форме-то не похож. Это, скорее всего, один из разработчиков. Так, сколупал ящик. Нашел фонку. Продолжает разрушать, уничтожать ящик. Но не до конца разрушил. Точно так же, как я наступил на игрушку. Подходит к боксерской груши. Раскидал всю дерьмо. Да, вот. Вот он наслаждается жизнью и всеми возможностями этой песочницы. Так, понеслась. Пошли в дело кунаи. Швыряет их в боксерскую грушу. Но мы будем наблюдать. Я как будто заглянул в щель женской раздевалки. Только здесь гораздо интереснее. Так, ничем начал взбивать. А я ведь эту грушу помиловал. Я даже ее трогать не стал. Воткнул в нее меч, махнул рукой. Так, слушайте, а там какой-то контроллер, кстати. У него есть джойстик там какой-то. У меня нет, по-моему, такого. Так, теперь ствол с лазерным цирюказателем. Он залез наверх. Если вы не видите, вы скорее всего не видите. Он залез наверх и шмаляет, по-моему, в ящике, который наверху находится. Может, дырку побольше проделать можно? Нет, к сожалению. Разработать, так сказать, интимное отверстие. Да, но слишком узенькое. На мою бывшую не похоже, явно. Ну все, он ушел. Что он сделал? Он что-то взорвал. Мы не одобряем. Руку туда, я, кстати, протестировать могу. Ну все, кажись, закончились и вы похожи. А не, вон он повис, вы видите? Вы, наверное, не видите. Он повис вот на этих штуках. Да, видимо, это просто подсказка, как решить эту головоломку. Так, вот он вернулся. Сейчас вы должны его видеть. Взял копье. Так, я надеюсь, он сейчас мне это копье в глаз не воткнет. Было бы забавно, кстати. Решил закончить, начатое. так неплохо машет. Ой-ой-ой, посмотрите, какие движения. Прямо Джеки Чан или Брюс Ли с палкой. Ну, сразу видно, азиат с палкой он орудует неплохо. По-моему, он меня увидел. Нет? Он посмотрел на меня только что. В мою сторону. Он походит, подходит все ближе и ближе. Привет, дружище. Мы же друзья. Ты же не воткнешь меня в глаз? Да, ну, видно, что это видеоролик. Так, он решил, решил, видимо, заняться чем-то, какими-то, какими-то непотребствами и закрыл мне обзор ящиками или чем-то еще. Да, ну вот, все, стартанул заново ролик. Так, ну это было увлекательно. Слушайте, а теперь их здесь много. Так, ну я вижу наш манипулятор. Че страшно, мы справимся. Удар задницы на мой коронный. А теперь немного в боулинг поиграем. Могу я это дерьмо взять? Да, отлично. Давай еще, еще один снаряд. Ну я стрелять ими не могу, похоже, но могу управлять ими. Направлять. Так, он еще живой, кстати. Подсрачный, дать, в полете. Ну, кто еще? Они здесь появились. И действительно, все больше и больше. Возвращайтесь туда. Откуда вы пришли? О, это было больно, наверное. Я выприезжала очень сильно. Кстати, ребята, не хотите посмотреть? Здесь много все интересного есть. Так, действительно, не обманули, надо же. Так, все, закинули. В таком случае, можем снова спускаться. Хотя, знаете, я мог взять какой-нибудь ящик и вот таким вот образом подняться. Да, слушайте, это довольно просто сделать. Давайте возьмем дощечку тогда, как серфер. Всегда есть альтернативные пути, не то, что в Half-Life, Аликс, здрасте, а хотя, скорее всего, это дерьмо исчезнет. Возьмем с собой краба, посмотрим, уничтожится он, а горит. Не сдыхается, кстати, под газом? Есть? Какая-то дыхательная система, не походу. Давайте и дощечку возьмем, на всякий случай. Вдруг она не исчезнет. Блин, они меня скорее убьют. Я ее взять нормально не могу. Но все, из рук исчезает. Смотрите, все, пропал. Так что, объект с собой взять нельзя точно. Так, слушайте, а здесь появился ящик. Вот как раз-то мы и дощечки сможем воспользоваться. Блин, просто так разбить его не получится. Можно либо стол взять, либо открыть инвентарь, взять пистолет. Вот и новый модуль. Комната с испытанием для огнестрела. С огнестрельным оружием. В таком случае нам нужно выяснить, как теперь сохранить этот модуль. Ага. Вот на мой манипулятор пригодится. Да, ну все понятно. Похоже, мы исследовали полностью этот уровень и сделали все, что в наших силах. Так, окей, в таком случае нам понадобится сейчас манипулятор. И вот таким вот образом мы закидываем все самое ценное, что мы нашли. Конечно же, эти великолепные шарики, точнее, капсулы с... Ё-моё. Капсулы с конструкциями, с кубами. Надо пониже постоянно брать. Вот так вот. О, кстати, а этот ящик я не заметил. А еще один манипулятор. Ясно, его, видимо, можно потерять. Да, вот она, новая карта. Мы ее открыли, соответственно, таскань у нас осталось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...